В июне 1997 года Билли Харрелл, работающий на складе за пределами Хьюстона, выиграл лотерею. Приз составил 31 миллион долларов. Харрелл был глубоко религиозным и всю свою жизнь изо всех сил пытался обеспечить свою жену Барбару Жан и троих детей. Лотерея оказалась наградой, которую он и его семья, наконец, заслужили после долгой жизни в вере и с жертвами. В июле он приехал в Остин, чтобы забрать чек на 1 миллион 240 тысяч долларов, первый из 25 чеков, которые он должен был в итоге получить. Билли купил себе ранчо и лошадей. Он купил дома для членов своей семьи и пожертвовал деньги церкви. Остальные деньги он отложил, чтобы оплатить учебу своих детей в колледже. Два года позже, в мае 1999 года, он заперся в своей спальне, приставил дробовик к груди и нажал на курок. Его финансовый советник сказал, что последними словами Харрелла в их разговоре перед суицидом были «Выиграть в лотерею – это самое худшее, что со мной когда-либо случалось». Это далеко не единичный случай. Согласно данным Национального фонда финансового образования Америки, 70% победителей лотереи в конечном итоге разоряются. А лауреаты Нобелевской премии Дэниел Каннеман и Ангус Диттон выяснили, что при выигрыше более 75 тысяч долларов, 5 миллионов 300 тысяч рублей, показатели счастья и ментального здоровья у победителей не меняются. Стоп, стоп, стоп. Скорее всего, вы в недоразумении. Как же так? Будете выигрыши у вас, вы были бы самым счастливым человеком на всей планете. Но удивительным является то, что, скорее всего, это будет не так. В одном из наших видео мы уже рассказывали о том, что влияет на счастье, ссылку на которое, кстати, вы можете найти в описании. А сегодня, прежде чем вы размечтались о выигранных миллионах в лотерее, мы расскажем о том, что именно мы путаем со счастьем. В 1953 году двое ученых из Университета Маггела в Монреале, Джеймс Олдс и Питер Милнер, пытались понять одну загадочную крысу. Ученые вживили в мозг этой белой крысы электрод и подавали через него ток, стараясь активировать зону мозга, которая, как считали другие исследователи, отвечала у крыс за реакцию страха. Предыдущие эксперименты показывали, что лабораторные крысы ненавидели электрические разряды и стремились избежать всего, что совпадало с моментом мозговой стимуляции. Но крыса Олдса и Милнера всегда возвращалась в тот угол клетки, где ее било током, будто ей это нравилось. На самом деле, они нащупали неизученную область мозга, всего-навсего не точно вживив электрод. Олдс был социальным психологом, а не нейробиологом, и ткнул проводок не туда. Совершенно случайно молодые ученые пришли к выводу, что нашли центр удовольствия и наслаждения в мозге. Чтобы доказать, что эта часть мозга приносит эйфорию, они провели второй эксперимент, где в клетках нескольких крыс были установлены рычаги, нажав на которые их также било током. Крысы, получив доступ к самостимуляции, не могли насытиться. Они продолжали сжать на рычаг до тех пор, пока не падали от усталости. Американский психиатр Роберт Хитт решил доказать это и с людьми. В Тулейнском университете он провел эксперимент, в ходе которого пациенты могли, нажимая на кнопки, стимулировать электроды, прикрепленные к той части головы, где и располагался могучий центр блаженства. Когда им разрешали стимулировать себя с любой частотой, они давали себе по 40 разрядов в минуту, отвергая еду и напитки в перерывах. Роберт, как и Олдс с Миллером, предположил, что раз испытуемые постоянно себя стимулировали, отказываясь от пищи ради возможности бить себя током, то они награждали себя чувством эйфории. А пациенты впрямь говорили, что разряды были очень приятны. Но их почти непрекращающаяся самостимуляция в сочетании с тревогой, что ток могут отключить, наводила на мысль, что дело не в удовольствии. Сохранившиеся свидетельства самих пациентов раскрывают иную сторону этого опыта. Они говорили, что самостимуляцию сопровождало чувство отчаяния. Несмотря на частое нажатие кнопки, они ни разу не испытали удовольствия, которое казалось бы столь близким и родным. Самостимуляция вызывала тревогу, а не счастье. Дело в том, что Олдс и Миллер открыли не центр удовольствия, а то, что нейробиологи теперь называют системой подкрепления. Это часть самой примитивной мотивационной мозговой структуры, которая возникла, чтобы побуждать нас к действию и потреблению. Поэтому первая крыса Олдса и Миллнера вертелась в иглу, где ее стимулировали. Поэтому и люди легко отказывались от пищи, лишь бы получить еще один разряд. Каждый раз, как раздражалась эта область, мозг говорил, давай еще раз, тебе будет здорово. Каждая стимуляция поощряла к дальнейшей стимуляции, но никогда не приводила к удовлетворению. В современном мире эту систему можно запускать не только электродами. Наш мир полон стимулов. От ресторанных меню до лотерейных билетов и реклам. И все они способны превратить человека в крысу Олдса и Миллнера, преследующую обещание счастья. Когда это случается, мозг становится одержим «я хочу», и нам становится еще труднее. И когда большинство людей ищут счастья, они на самом деле ищут эти стимуляторы удовольствия. Вкусную еду, больше вечеринок, больше времени для сериалов, салоны, новую машину, походы в спа, популярность в социальных сетях и так далее. Забывая о том, что удовольствие соотносится с счастьем, но не вызывает его, тем более, если вы становитесь одержимым этими удовольствиями. Спросите у любого наркомана, чем обернулось их стремление к удовольствиям. Спросите изменившего мужчину, который разрушил свою семью и потерял детей, сделал ли удовольствие в конечном итоге его счастливым. Спросите человека, который нажрался фастфуда, насколько счастливым он чувствовал себя в погоне за удовольствием после того, как поел. Это еще не все. В Калифорнийском университете на одном из уроков американского психолога и профессора Барри Шварца, а также автора книги «Парадокс выбора», однажды был проведен опрос среди студентов, предоставляя выбор между тем, что доставляет удовольствие, и тем, что гарантирует долговременное счастье. Итак, один из вопросов был таким. Представьте себе, что вы встретили двух людей одинаковой привлекательности. Один из них – очень известная личность. Будь это модель или актриса, а другой – это образованный парень или девушка с вполне обычной работой. Вы верите, что он или она сделают вас счастливее, чем актер или модель? С каким из них вы бы встречались? 78% студентов ответили, что однозначно выбрали бы второго человека, и что пару свиданий со знаменитостью для них не было бы чем-то важным, а лишь краткосрочными, приятными моментами. И в действительности удовольствие – это ложный бог. Исследования не раз показывают, что люди, которые сосредотачивают свою энергию на материальных и поверхностных удовольствиях, в конечном итоге становятся более тревожными, эмоционально нестабильными и менее счастливыми. Удовольствие – это самая поверхностная форма удовлетворения жизнью, и, следовательно, самая легкая. Это то, на чем мы зацикливаемся. Это то, что мы используем, чтобы оцепенеть и отвлечься. А в итоге мы не только не становимся счастливее, но и удовольствие наше длится совсем недолго. Как сказал Блес Паскаль, «Кто входит в дом счастья через дверь удовольствий, тот обыкновенно выходит через дверь страданий». Но не только удовольствия дают нам ошибочные представления о счастье. Не накручивай себя – все будет хорошо. Нередко мы слышим такое от людей, которые всегда кажутся безумно счастливыми и радостными, несмотря на все преграды и невзгоды. Но на самом деле за такими поведениями могут стоять стресс и депрессия. Отрицание негативных эмоций приводит к более глубоким и продолжительным негативным эмоциям и эмоциональной дисфункции. Появляется токсичная позитивность. Это защитный механизм психики, когда мы инстинктивно хотим отгородиться от плохих событий, спрятаться от негативных эмоций. В реальности же они не избавляют от плохих мыслей, а накапливают их и ведут к более худшим последствиям, если вовремя не разобраться с этим. И всегда можно помочь себе самому. Для этого нужно признать, что негативный опыт – это нормально. Дела идут не так, люди нас огорчают, мы совершаем ошибки, и это нормально. Отрицательные эмоции необходимы и полезны для поддержания стабильной основы счастья в жизни. В научном журнале «Личности и социальной психологии» исследователи Джеймс Гросс и Роберт Левинсон опубликовали результат одного из своих исследований. Участники были разделены на две группы, и им были показаны фильмы о самых неприятных и тошнотворных медицинских процедурах. В это время измерялась их реакция на стресс, например, частота сердечных сокращений, расширение зрачков, выделение под отделением. Одну группу попросили посмотреть видео, разрешая проявить свои эмоции, тогда как вторую группу испытуемых попросили посмотреть фильмы и действовать так, как будто их ничего не беспокоит. И угадайте, что? У участников, которые подавляли свои эмоции и вели себя так, будто их ничего не беспокоило, было значительно больше физиологического возбуждения. Эмоциональные подавители, возможно, казались холодными и спокойными, но внутри нарастал стресс. Уловка с негативными эмоциями состоит в том, чтобы уметь выражать их социально приемлемым и здоровым образом, и желательно тем способом, который соответствует вашим ценностям. Важно признать реальность наших эмоций, вербализируя их и выводя их из нашего тела. Это то, что делает нас разумными, здоровыми и снимает напряжение, вызванное подавлением истины. Когда мы уважаем наши чувства, мы принимаем все хорошее и плохое, а принятие себя такими, какими мы есть, это и есть путь к здоровой и счастливой эмоциональной жизни. Есть много людей, которые следуют двум идеологиям, о которых мы говорили на протяжении всего нашего выпуска. Получать удовольствие – это здорово, однако делать его главной ценностью не стоит. Ведь хоть оно и необходимо в жизни, в умеренных дозах, его одного недостаточно. Оно не причина счастья, а скорее его следствие. Если вы наладите все остальное, свои другие ценности, удовольствие возникнет само собой. А значит, нужно очертить правильные ценности, ведь без них удовольствие – лишь наркотик. То же самое мы можем сказать и о позитиве. Уметь улыбаться, когда на душе больно, требует немало храбрости, но утаив свои эмоции, мы можем пережить больше стресса и болезней в будущем. Постоянно настраиваться на позитив также значит прятать голову в песок и игнорировать проблемы, а не решать их. Но нужно понимать, что проблемы всегда будут части нашей жизни. А когда мы отрицаем наличие проблем, мы лишаем себя возможности решить их и ощутить счастье. Поэтому не связывайте свое счастье с чем-то одним. Вы не должны быть счастливы только из-за того, что в вашей жизни есть какое-то удовольствие, или вы счастливы от того, что решаете свои проблемы, или что вы получили повышение на работе. Вы должны быть счастливы, потому что у вас есть большое количество источников счастья, и пусть будет огромное количество ручейков, что питают вас и делают счастливыми. А что делает счастливыми вас? Напишите в комментариях свои источники счастья и поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезным. Спасибо.